заказ а нет миссия номер 304 это значит что мы в эфире ноутбук заказ номер 304 любовь по всем мире 304 спасибо что не в пиве добро пожаловать в компьютерную мастерскую хэви пися в город белгород мы продолжаем крутить и вертеть 304 заказ только что нам пришел требуется от него апгрейд все по классике жанра smart buy 128 гигабайт саташная ссдшка вот такой вот на парадик linovic у человека i3 geforce на беленький со своими болячками вторник 7 июля мы вас не обманываем живой эфир можно сказать оперативочка ссдшка и сливовская салазка посмотрите какой кайф я всегда знаете мечтал открывать ящички доставать тогда там все есть вот по салазкам у меня слава богу запасик небольшой кармашек и для внешней жестких дисков это если вдруг у человека допустим ноутбук полетел не хочет восстанавливать нужна информация вот предлагается вставить usb 3.0 жесткий диск кармашек и прекрасно это все дело работает очень здорово и конечно же слимовские салазочки а есть 9 12 миллиметров в данном случае это нужно 9 миллиметров и передаем мастеру вани чтоб процедура тут собственно говоря все все четко в заказе есть полная профилактика настройка всего этого и апгрейд вдохнуть новую жизнь в ноутбук linova мы не знаем еще что сегодня будет потому что никогда не знаешь точно чтобы ты можешь только предполагать я могу предположить что я сегодня начну вот эту красоту посмотри какая карбулина быстро пробежимся для любителей компьютерного железа neo forza mars это уже наша любимая память wd на терабайт cougar vtx вот такой вот писи кулер вот такая вот красивая ssd от аурус вот такой вот непонятный процессор азен 73700x ничего себе непонятно вот такой вот материнская плата аурус элит и вот такая вот красота от красных 5700 да просто пушка бомба это я тоже надеюсь подсоберу пока она тут полежит чтоб перед глазами нам маячить саша тоже в бою 555 модельку уже крутит вертит после диагностики в воронеже посмотрим что у него получится приятного просмотра хорошего настроения и пусть что-нибудь сегодня будет добрая и веселая погнали в общем а ситуация такая а человек приносит ноутбук в воронеже приговорили хаб хаб у нас тут комбайн же да саш но хаб у нас находится в процессоре соответственно под замену процессор повторная диагностика у александра сашка в бой не расскажи что полезно из этого можно всего извлечь неважно плату примерно такая же там разные модификации встречаются вот это на самом деле модели 554 вот по факту стоят платы там у них x555 ну там вот ревизии различным было 33 который у меня в руках у человека стоит ревизия это важно лд 36 по шильнику вообще это вот материнка x3 пятерки вот на модель lg л и джей вот для вас сделал такую маленькую инструкцию информации по ремонту этой платы не так уж много но она есть там какая-то там обрывками встречается кусками но по факту то есть модель включается делаем контрольные замеры все напряжения по плате присутствуют то есть смотрим он делает вид что включается то есть дежурные есть на памяти питание есть процессор все полностью работает все красиво все хорошо только нет картинки вот частой неисправностью как можно было понять из предыдущих моделей там допустим такие же как 550 то есть и данная модель и снабжена наборной памятью микрон вот ну интуитивном памяти как бы видно было что какие-то банки вроде бы первых 2 или вот это и нижняя нагревались больше чем все остальные что было проделано нужно было ее отключить и либо второй вариант поставить но чтобы убедиться что все работает поставить сюда все новые то есть этот ряд заменить и полностью заменить тот который вот под оперативной памятью ну там еще один есть ряд микросхем вот так как эта процедура была бы очень долгой что пришлось сделать есть такие я вот здесь промаркировал называется стропы вот есть сборка резисторная что нужно сделать чтобы избавиться от памяти микрон в конкретном случае когда микрон и плата ревизии 36 то есть есть строп 1 вот он обведен 2 находится с обратной стороны вот это место 3 находится с этой стороны и 4 вот возле крепления конфигурация для данной ревизии 36 должна быть 1001 это что значит то есть первый у вас должно быть 33 вольта 2 вот здесь он в конкретном случае он был наоборот подтянут 33 мы его подтягиваем к минусу то есть переставляем в это положение то есть он отсюда переставлен вот сюда в 3 с положения но здесь он вроде был уже был в положении минус то есть я его не трогал то есть он остается здесь на минусе и 4 должен у вас находиться в положении плюс 3 вольта вот и вот эту резисторную сборку удаляем теперь подключаем и пытаемся включить у нас матрица разбита но тем не менее видим что вот остатки картинки у нас присутствует то есть что у нас получилось он нас завелся уже непосредственно от той памяти которую мы вставлены моем случае вставлена планка на 2 гигабайт вот такой вот хороший ремонт так что в принципе кому лень с этим разбираться вот уже готовая инструкция как избавиться от внутренней памяти переключиться на слот памяти который вот вставляется можете сюда максимум подставить поддерживает вот как вариант из решений то есть в данном случае мог не работать процессор линия процессора которая связана с памятью но чаще всего это как бы сама на бортная память поэтому я считаю этот ремонт успешным так как мы можем перевести и дальше позже пользоваться уже его с обычной памятью без встройки все ноутбук переместился от волшебных рук александра к еще более волшебным рукам пренебрежет нет они настолько волшебны но жестким жестким рукам мастера вани и принципе аппарат несмотря то что его приговорили в городе воронеж он уже смотрите даже настраивается матричка поменена аппарат жить будет до бесстроенной видеопамяти ой вернее не видео памяти оперативной памяти тем не менее на дискретке все прекрасно работает проблем никаких нету самый интересный факт а вот тут тоже мораль некоторые нужно сказать при этом всем у него к сожалению стояла нерабочая дискретная память то есть планка на 4 гигабайта у человека была заведомо нервочей тут остается вопрос вероятнее все потому что она с ноутбуках юлит пакет хорошо видно hp это означает означать это предположение всего лишь но когда вот такие вещи встречаются то есть оперативная память явно не с этого ноутбука еще и далак нерабочий еще и после сервисного центра после диагностики которая к ремонту не привела а более того кстати жесткий диск тоже непонятно тоже жесткий из тоже с нестабильными секторами в итоге нас там ремонт сумасшедший выходит мы решили вставить жесткий диск наш который немножко с предназначенными но при этом будет все определяться и хорошо четко работать исключительно в подарок ленту но не суть в том что возможно планочка оперативной памяти просто при диагностике когда уже понятно было что аппарат отказывается от ремонта ремонт супер дорогостоящий просто вставлять ерунду какую-то нерабочую а рабочую забирают память здесь нужно четко понимать то что если у вас есть возможность хотя бы а символически давая ноутбуку любой сервис особенно если сервис который вы не знаете какого формата и качества пометить свою память я честно сказать рекомендую хотя это и смотрится понятное дело как как будто не доверяешь заранее но нет в данном случае если вы ноутбук забираете без успешного ремонта очень часто пипец как часто распространенная проблема что меняют периферию то есть меняет оперативную память меняют жесткие диски высовывают все рабочие вставляют нерабочие потому что человек который ни разу в ноутбуке не смотрел он понятное дело не отличит его не его и уже непонятно что работало а что не работало то есть банально свою оперативочку пометили свой жесткий диск пометили. Когда забираете технику, не поленитесь, тоже убедитесь, что это действительно ваш аппарат, потому что мало того, что от этого может зависеть ваша личная информация, потому что жесткий диск просто может быть поменен на другой нерабочий, ваша информация там в принципе может быть недоступна. То же самое касается оперативной памяти, поэтому остерегайтесь вот таких нюансов и себя можно вот таким хотя бы галочкой, маркером пометить и обезопасить, это важный-важный момент. Сегодня Полит всегда горит, Asus был Pegasus. Фишка в том, что это две видеокарты GTX 275. Представьтесь, задание было. То есть человек пришел, у него старая какая-то графическая система, то есть прямо на государстве где-то работает, и у них программы, которые работают на XP. И видеокарты более свежие, XP воспринимает не очень, то есть по факту нету драйверов на более свежие видеокарты под систему. Ему приходится, чтобы эта программа работала максимально продуктивно на XP, под какие-то там станки, либо еще что-то использовать, древние мощные видеокарты. И он забежал, говорит, Даня, попробуй найти что-нибудь мощное, типа 275-х видеокарты. Я, не поверьте, захожу на скал и нахожу. Смотри какая красота. Полит. Две видеокарточки. Это у нас. В свое время я даже мечтать о таком не мог, а сегодня они просто... Опа, что это? 285-я? Да, это 285-я на гигабайде DDR3. 512, мама родная, бит с DVI. Здесь же 275-я, по-моему. Да, у нас 275-я и 285-я. Смотри, они практически идентичны, только здесь надпись «Полит», там надпись «Асус». Но самое главное, что эта вся красота вроде как бы даже и работает. Это означает, что человек может взять, заменить. Проблема в том, что эти видеокарты очень в свое время полностью все сгорали дотла. И найти такие живые, это на самом деле редкость. Стоят они от 1000 до 3, назовем это так. Вот кому нужного, на самом деле, бесценная штуковина, если мы говорим про какие-то там задачи формата именно, ну, такие сложности. Ладно, бог с этими видеокартами, благо они вроде как рабочие, запускаются и проблем с ними никаких нет. Под конец доброго рабочего дня мы разгребли сегодня достаточно много заказов, но нужно еще вдохновить вас, безусловно, тех ценителей-любителей сборочек. Просто покажу, я вначале закидывал это все железко. Железо, давайте прям разберем то, что я всегда хотел разобрать и посмотреть, как это выглядит и что с этим можно сделать. Берем ножичек, потому что там классная SSD-шка от гигабайт. Кстати, вопрос, да, посмотри, если нет, это на нашем проверить диски, потому что я больше всего хочу, смотри, мы сейчас быстренько это все покинем на на классику наш жанр тестовый стенд, потому что сборочка. А, кстати, для начала мы начнем с того, что я даже не знаю, какой корпус у человека. Давай заглянем. Вот круто, что можно себе позволять постоянно распаковывать новые вещи и собирать хорошие компы. Еще и за это иметь какую-то копейку, народ радовать, еще и вам снимать контент. Представляете, это четверо иное убийство, потому что все в этой ситуации получаются при деле и все счастливы. Давайте посмотрим, что за корпус будет в этой сборочке у нас. А корпус-то очень интересный, слушай, потому что это чифтек. Вот, Саш, на чифтеке ты корпус давно с чего-нибудь собирал? Да, очень давно, если вообще было когда-то. По-моему, даже я и рекомендовал. Мы сейчас будем смотреть по какой причине. Ага, смотри, вуаля. Смотри, закаленное стеклышко. Посмотри, какая красота спереди у нас. Потому что, ой, аккуратненько, прости, дружище. Тут у нас тоже, и смотри, сколько вертушечек. Да, забор воздуха у нас сбоку и снизу. Это, в принципе, более чем должно быть достаточно. Но, в том плане, что он очень симпатично горит, у него достаточно хороший продукт, циркуляция воздуха. Также, опять, это чифтек. Не знаю, чифтек есть фирмы, которые просто сами от одного названия в тебе вызывают какое-то уважение. Это корпус не из самых дешевых, но при этом у него хороший достаточно металл, крепкий, то есть он не гнется. У него достаточно пространства для удобного кабель-менеджмента. Все необходимое в комплекте есть. Главное, что у нас хороший продукт. Действительно, три вертушки на выдув, при этом они все светятся, красиво горят. Обязательно посмотрим, как это все будет выглядеть. Но кому интересно, как выглядят современные корпусы от Чифтек, они выглядят примерно так. Сборочка должна получиться, мне кажется, очень-очень красивая. А если еще учитывать то, что она действительно должна получиться мощная, я думаю, вы прям получите удовольствие сейчас небольшого вечернего анбоксинга. Поэтому налейте себе... Вот ты что любишь пить, Антон? Чай. Чай? А какой? Мятный с милиссой. Мятный с милиссой? Мажорище. Мятный с милиссой с лимоном. Ваня, ты? Что ты любишь пить больше всего? Бурбон. Антон, чай с милиссой. Ваня, бурбон. Саша, какой твой любимый напиток по жизни? Компот моей жены. Компот его жены. А какой у меня? Хороший вопрос. А я люблю, знаете, дыню когда ешь, ей можно в принципе напиться. В общем, компот жены, бурбон и чай с милиссом. Вот такая у нас команда. Друзья, я начну с самого того, что я больше всего хотел смотреть. Aorus RGB M.2 NVMe SSD. Ох, посмотри, ты это распаковываешь, как будто, знаешь, я сам себе делаю предложение. Ну-ка, давай. Вот так. Ты будешь на SSD? Да. Класс, да? Посмотри. Ну это просто, это... Да, да, в этом что-то есть абсолютно. Она не из дешевых, но при этом у нее очень крутой радиатор. При этом она RGB-шка. Она очень красиво сочетается с классными сборками и достаточно производительная. То есть, Aorus молодцы. Гигабайт. Ну чё, чё сказать. Могёт, умеют. Мы, далеко не отходя от кассы, быстренько ставим сразу первый режим. Мы с Aorus Elite знакомы. Эта материнская плата уже стала действительно классикой. Боевой классикой. Вань, к боевой классике из машин что относится? Копейка? Боевая классика вся заднеприводная, да? А если передник привод, то может быть классикой боевой? Не может быть, да? Ха-ха-ха. Так. Давай сразу смотри. Не сразу, а потому что нам, безусловно, она же должна быть. Финтики-шпунтики. Я это сделаю. Не забываем раз. И не забываем, где тут ещё должна быть вторая штучка. Если её нету, убедите, что она есть. Ну вот. Фу, я испугался, но он был, завернулся просто в руководство. Хе-хе, смотри, вот эта шляпка. Без этой шляпки ничего не имеет смысла здесь. Впервые за всю историю можно не садить обратно родной охлад. Потому что здесь свой RGB перекрасный он должен, прям, знаешь... Но видишь ещё в чём фишечка? Если мы его сделаем вот так. Это знаешь, что будет означать? Ну, что это будет означать? Это означает то, что мы его скроем под видюшечкой. Нас это абсолютно, как говорится, не интересует. Нам хочется с вами красоты. Поэтому можно сделать вот так вот. И тогда, когда мы будем ставить нашу видеокарточку, при этом мы будем всё равно видеть нашу SSD-шку. Здесь, на самом деле, много есть разных нюансов. Потому что M2 слот, они, на самом деле, могут очень сильно отличаться. Некоторые могут поддерживать PC-Express, некоторые только поддерживают SATU. Наоборот. Некоторые, допустим, может по-разному, более коротким путём с хабом взаимодействовать. Другой так же. То есть есть некоторые, допустим, быстрые и медленные вещи. Но в данном случае это абсолютно не критично. Поэтому мы это всё берём, убираем и ставим наш процек. Подсобираем и запустим. И на этом подзакончим вот этот, знаете, первый стрестовый тест. Как это всё будет у нас включаться? Либо не будет. Врубай на там лапс. Я вспомнил. А я вспомнил. Это сборка. Вот буквально каждое комплектующие. RGB. RGB. То есть светящийся у нас корпус RGB. Видеокарточка с элементами RGB. SSD RGB. Мать RGB. Оперативная память наша Neoforza RGB. Даже вентиль наш безусловно RGB. Только у нас блок питания не RGB. То есть у нас всё. Человек, по-моему, заказывал побольше всяких таких свечащих ништяков. Ничего там плохого я, честно говоря, не вижу. Кому нравятся цвета, иначе нравится жизнь. Вот. Это прекрасно. Это прекрасно, когда побольше яркости в наших часто серых двух днях. Так. Трёхсекционка гигабайт. 5700 есть. Смотри, память уже даже загорелась. Пошло мне питание вентиля. Я ничего не ставил. Он просто в воздухе висит. Но оперативочка уже переливается очень красиво. И давайте посмотрим первый запуск. Статистика у нас до сих пор стопроцентная. Ни разу ещё не было такого, что новое железо у нас не сработало. Когда-то он этот момент настанет, но я надеюсь, что не сегодня. Замыкаем контакты. Пауэр свитч. Есть. И смотрим. Оператив… ой, ССДшка загорелась. Видеокарта загорелась. Вентиль закрутился. И мониторчик, кстати, тут наверху должна пойти картинка. А я буду говорить. Сейчас он опрашивает DRAM. Давай. Это займёт, я надеюсь, около да. Это может быть не быстро. Выгашечку, видюшку закрутил. Бегает. СПО просил. Сразу опять на DRAM. Буду пока мы ещё не видим. Ну, посмотри, как всё горит. А это ещё всё синхронизируется в Aorus. То есть, можно всё подрастать, чтобы переливалось друг с другом ещё вместе с корпусом. Должно получиться максимально симпатично, как мне кажется. Прям приятно. И смотри, когда всё сочетается, отдельные запчасти прям прекрасно друг походят. Ну, слушай. Ну, стопроцентная статистика у нас остаётся. Картинка загорелась. Значит, 3700X, 5700. Связки с оперативочкой. Марс. Видеокарточка — это ССДшка. И сборка будет. Сборку обязательно покажем, потестируем. Потому что она будет максимально красочная и красивая. А я думаю, вам будет приятно посмотреть, что собирается в небольшой компьютерной мастерской в городе Белгарь. Спасибо, что были с нами. Любим, целуем. Передаем огромные приветы. Стараемся трудиться. Сашка что-то принёс. Сашка кучу... Предатор. Вот Сашка сейчас там вертит предатор. Это, собственно говоря, вот такие вот ключики, мосфетики. Сашка, это ты снял, да? Ага. Вот. Там ноутбучик предатор. Который тоже, кстати, был в сервисе. Вот. Который там накрутили, навертели. Ключи вверх тормашками ставили. Будем стараться его оживлять. На этой ключевой ноте мы закончим. Пожелаем вам прекрасного вечера вторника. И ещё более бодрого утра среды. Вот. Чтобы было всё по-доброму и по-жизненному. Увидимся с вами завтра обязательно. Потому что на завтра у нас очень много работы. Людей подводить нельзя. И нужно двигаться вперёд. Чего и вам желаем. Поэтому до завтра. Всё. Пока-пока.